ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рада видеть вас в студию. Вы только что вернулись с фермы, агропромышленной компании. Какие у вас впечатления? Впечатления самые положительные. Произошло замечательное событие практически на наших глазах, поэтому самое прекрасное впечатление и настроение оставил этот визит. Мы были вместе с нашими активистами, нашими депутатами. Депутат Заполярного района Фролов, руководитель фракции в окружном собрании депутатов Смыченков. И представляете, на наших глазах появился на свет маленький новый теленок. Это такое впечатляющее зрелище, когда появляется новая жизнь. Это будущий наш кормильц. Это родилась девочка, которая в последующем будет давать молоко. А с фермы, которую мы посетили, молоко, оно перерабатывается, и практически все бюджетные учреждения, они, соответственно, потребляют именно эту продукцию. И она широко используется, пользуется большим спросом среди жителей Заполярного района и города Наринмара, учитывая качество продукции, то, что не используется сухое молоко. Все это правильно, мы считаем, делается, прежде всего, и руководством организации, и руководством округа. Это округу принадлежит данная компания, учитывая то, что суровые климатические условия, особый формат жизни здесь у граждан, и качественная, полезная пища, и правильный рацион. Это крайне важно сегодня, поэтому никакого сухого молока. Да, небольшое количество сухого молока используется для производства закваски для йогуртов, по-другому просто это сделать невозможно. Но в целом вот этот правильный вектор, что только цельное натуральное молоко, это абсолютно верно. К большому сожалению, у нас сегодня продукция, которая находится на полках российских магазинов. Мы видим сплошная химия, различные усилители вкуса, различные разрыхлители. Почему это не регулируется? А самое главное, что посмотрите, у нас есть молоко, где вообще нет молока, мороженое, где вообще нет молока, тушенка, где вообще нет мяса. Это все делается только для того, чтобы те, кто занимается пищевой промышленностью, особенно это касается зарубежных организаций, которые всякую гадость сюда везут, они зарабатывают огромные деньги. Вот тот же усилитель вкуса, глутамат натрия, который сегодня практически везде присутствует, это является легким наркотиком для организма, это обманчик головного мозга, именно поэтому дети сегодня уже не хотят употреблять здоровую пищу, для них она кажется невкусной, а предпочитают сосиски, чипсы, сухарики и прочее, где обязательно находится усилитель вкуса, глутамат натрия. Он воздействует на полость рта и на плоскость языка таким образом, что у человека определенное возникает ощущение, которое приводит к постепенному привыканию к этой пище и к постепенному отказу от здоровой пищи. Проводились неоднократные эксперименты, когда один и тот же продукт, туда добавлялся глутамат натрия, и, соответственно, сразу же его вкусовые качества заметно отличались, и возникало желание попробовать еще. Проводился даже эксперимент, когда использовалось некачественное сырье, например, слегка испорченное несвежее мясо, и из него готовились котлеты, и использовался глутамат натрия. Так вот, при тестировании уже готовой продукции пожаренной, из парной телятины сделанные котлеты оказались менее вкусны, чем из некачественной, уже немножко так подпорченного сырья, но с использованием вот этой химии. А в последующем, конечно, люди болеют, у людей сахарный диабет, ожирение, рак, онкологические заболевания. Рост онкологических заболеваний когда у нас фиксируется? Когда мы стали массово употреблять пальмовое масло. Это химия, это вред. Я недавно разговаривал с промышленниками в Италии, кондитерами. Они говорят, у нас запрещено использование пальмового масла. Оно в организме не перерабатывается, оно накапливается. А у нас везут, сплошь и рядом используются. Да, это позволяет бизнесу быть рентабельным, на здоровье людей зарабатывать огромные деньги. Поэтому мы всячески будем поддерживать. И спасибо руководству округа за то, что датируют это предприятие, которое сегодня кормит жителей Ненецкого округа. Почему-то не регулируется. У нас сегодня 80% это химия. Вы знаете, у нас кроме национального законодательства, есть еще наднациональное законодательство. Вот мы имеем такую структуру, как таможенный союз. И наша попытка запретить использовать пальмовое масло, использование глутамата натрия, Е621 более известный под такой аббревиатурой, это химическое вещество. Сразу же, во-первых, включаются различные лоббистские возможности, начиная через средства массовой информации доносить абсолютно чуждую позицию, что якобы это не вредно, да вредна и соль, вредна и сахар, в чрезмерном количестве употреблять для организма. С одной стороны. С другой стороны, теперь мы часто слышим ссылки, что этот вопрос надо регулировать над национальным законодательством, учитывая то, что у нас существует таможенный союз, да еще мы вступили во всемирную торговую организацию. А на самом деле, все это делалось давно, делается специально вопрос алчности наших чиновников и банальное зарабатывание денег. Вспомните, когда у нас начали разрушаться и уничтожаться птицы фермы, птицы фабрики. Начало 90-х. И хлынули ножки Буша, и до сих пор мы не можем восстановить нормальное птицеводство, именно потому что намеренно уничтожали наши чиновники, птицы фабрики. Почему постоянно у нас то птичий гриб, то какая-то еще там эпидемия, и под нож пускают крупный рогатый скот. Ну, очевидно, что это делается намеренно для того, чтобы расчищались рынки для поставки, прежде всего, продукции из-за рубежа, никчемные, плохой, некачественной, трижды замороженной, но с чиновниками договариваются и возят. А наши фермеры, я не про нее ни с кого кругу говорю, здесь немножко другая ситуация, здесь, наоборот, рынок готов переварить еще больше местной продукции, не хватает оборотных средств, не хватает ресурсов, не хватает средств для того, чтобы расширить производственные площади. Я говорю в целом о проблеме во всей стране. У нас, к сожалению, сегодня невозможно влезть в сеть, не заплатив определенные бонусы. Да, мы немножко отрегулировали этот вопрос, но все равно проблема остается, и наши производители, которые готовы поставлять в сеть более качественную, более дешевую продукцию, они туда просто, их туда не пускают. И наоборот, посмотрите, крупные корпорации, которые открывают филиалы в России, они заваливают свои некачественные, вредные даже продукции, все сети, и люди вынуждены приобретать. А рынки позакрывали. Рынки закрыли, торговаться люди не могут, приобрести хороший товар, возможности гораздо меньше. Да, работают маленькие там, частные фермы, частные лавки, я опять же про всю страну говорю, но в целом эта проблема, она опять же была решена, каким образом? Через лоббистские возможности, через использование огромных средств тех компаний, кто заинтересованы в том, чтобы все было в одном месте, я имею в виду, это сети, которые диктовали, продолжают диктовать свои правила. То же самое касается аптечных сетей, посмотрите, что они творят. Ради интереса зайдите в любую аптеку города Наринмара, и посмотрите, может стоять один и тот же импортный препарат, пять-шесть пачек. Нашего аналога вы не найдете. Почему? Потому что платят за нахождение на определенной полке, платят за то, чтобы вообще препарат находился, и, конечно, выгоднее аптечной сети продавать более дорогое лекарство, импортное, разрекламированное. У наших фармпроизводителей таких средств просто нет, на такие рекламные ходы, на постоянное присутствие в информационном пространстве. Поэтому наша фармпромышленность постепенно начинает просто разваливаться. Они бьют тревогу, они приходят к нам в Государственную Думу, слава богу, создали уже межфракционную группу, сейчас занимаются вопросом регулирования торговой деятельности, аптечных сетей. Потому как сегодня, посмотрите, людям невыгодно болеть. Болеть, это значит конфликт с работодателем, это значит падение заработка месячного. Болеет на работе. Для этого употребляет сильнодействующие препараты. Занимается самолечением. Где берут информацию? Прежде всего, из средств массовой информации, то, что навязывает реклама. Порой абсолютно ненужный, даже не лекарственный препарат, а биологически активная добавка, но навязанные рекламы побуждают человека пойти в аптеку и приобрести. Те же процетамолы, содержащие препараты, стоят там 300-400 рублей. А наш процетамол, таблетки, одна пачка там от 10 рублей, ну, может быть, до 20 рублей, в зависимости от региона, от аптеки. По функционалу одно и то же. И там, и там процетамол. Но врач, конечно, не врач, а фармацевт, паравизор, конечно, предложат приобрести, или гражданин, скорее, схватит пачку известного препарата, который он видел по телевизору. Особенно старшее поколение, потому что телевизору продолжают верить. Это молодое поколение, уже воспитанное в интернете, в условиях виртуальной реальности, просто телевизор уже не смотрят. Да и невозможно смотреть телевизор, как это целыми днями, мы только слышим по всем каналам, либо эти мыльные оперы, либо Украина, 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 Сирия, Украина, США, иногда опять Украина, Украина, Украина. Люди уже просто с ума сходят от одного этого слова, названия государства, и не хотят это смотреть. Этот крик, этот шум, этот гам, этот негатив, абсолютно бесполезная информация. Позитивных примеров же не показывают нам, но каких-либо ориентиров нам не показывают, а показывают один негатив, одну грязь, подсаживают на эмоциональную зависимость, а потом удивляются, почему у нас в Чите воинской части мальчик-срочник расстрелял офицеров военнослужащих, или почему очередной школьный стрелок в Амурской области пришел с оружием в руках. И что делают после этого? Предлагают, давайте мы запретим с 18 лет выдавать разрешение на оружие, давайте с 21 года. Разве это решит проблему? Да нет, конечно. Например, в Ненецком округе, да и в других округах, где охота является одним из традиционных видов деятельности, с детства человек маленький с родителями вместе ходит на охоту, на рыбалку, и достигнув 18-летнего возраста, он для того, чтобы выжить в этих тяжелых климатических условиях, приобретает разрешение на оружие. Зачем мы будем бить по интересам таких семей, когда очередной какой-то ненормальный человек, которого, видимо, либо в детстве гнобили, либо в семье не все в порядке, либо в школе было не все в порядке, он приходит и расстреливает своих одноклассников. Он может это сделать и после 21 года. Не вопрос, то есть, правильно надо ставить вопрос не возраст выдачи разрешения, а кому выдают это разрешение. Когда он получал это разрешение, он должен был в обязательном порядке пройти медосмотр, консультацию у врачей, принести соответствующие справки, пройти обучение, сдать экзамены. У меня есть травматическое оружие. Я знаю, я полноценно прошел курс, я сдал экзамен, теоретический, практический, стрельбу, я знаю, как его применить безопасно для себя и для окружающих, для того, чтобы потом в отношении меня, если я буду защищать себя или свое имущество, или своих близких, чтобы невозможно было применить потом такую норму, как превышение пределов допустимости при самообороне. У нас очень такая зыбкая вот эта норма, поэтому во избежание каких-то негативных последствий, прежде всего для обороняющегося, необходимо соблюсти все нормы правил, сдать все справки, все анализы, подтверждающие документы. Тогда вопрос, а каким образом ему в 19 лет выдали это разрешение на оружие? Мы с вами не виделись больше месяца. Расскажите, вот какие новые законопроекты были приняты в это время? Ну, вы знаете, законопроектов достаточно много было принято в течение уже сентябрьских пленарных заседаний, октябрьских и ноябрьских. Самое основное, это первое чтение бюджета, бюджета 20-го года и двух последующих, это плановый период. Наконец-то мы вышли на тот рубеж, когда бюджет у нас стал профицитным. То есть у нас серьезные есть средства, и прежде всего эти средства можно будет использовать для решения социальных вопросов. Это хорошо. Больше денег будет выделяться на здравоохранение, на образование, на вопросы социальной защиты. Но при этом, если есть сдерживающие юридические элементы или нормы в действующем законодательстве, можно деньги держать в кубышке, но потратить их просто невозможно. О чем я говорю? Вот мы являемся сторонниками возврата индексации пенсии всем пенсионерам. Но, к сожалению, правительство нас не поддерживает. Мы поправки в ходе бюджетного процесса предложили, но опять видим сопротивление правительства. Мы предлагаем увеличить пособие для тех, кто ухаживает за взрослыми инвалидами. Опять мы видим сопротивление, прежде всего, Минфина. Они как такие жадные бухгалтера, бездушные. У них дебет с кредитом должен сходиться, все остальное, это уже вопросы второго эшелона. Я являюсь автором поправки ко второму чтению в бюджет, для того, чтобы были предусмотрены средства для окончательного завершения вопроса строительства дороги между Заполярным районом и Республикой Коми. Ну, сколько лет может это длиться? Спасибо. Я знаю, губернатор недавно частично этот вопрос сдвинул с места, дополнительные средства будут выделены, но мы считаем в нашей фракции ЛДПР, что необходимо этот вопрос завершить окончательно. Вот, прилетая в Наринмар, нас больше часа кружили из-за погодных условий в самолете, мы не могли приземлиться, и потом рейсы все были отменены, задержаны из-за погодных условий. Если бы была альтернатива, альтернатива в виде дороги, это бы серьезно упрощало вопрос поставки грузов, да и пассажирские перевозки, и это бы влияло на конечную стоимость товаров и услуг в Ненецком округе. Поэтому эта артерия крайне необходима прежде всего для того, чтобы дать очередной импульс для роста экономики и для развития как социальной сферы, так и в целом для развития округа. Поэтому буду отстаивать эту поправку, у нас второе чтение запланировано на следующей неделе, и буду убеждать в необходимости ее поддержать. Мы внесли достаточно много поправок от фракции ЛДПР, направленных на обеспечение роста пенсий, пособия, на расселение и на решение жилищных вопросов. Но, к сожалению, до сих пор существуют две очереди, региональная и федеральная, очередь для получения жилья ветеранами боевых действий. Это абсолютно неправильно. Но опять, если посмотреть те средства, которые запланированы, ну, в регион может приобрести несколько квартир. Ну, это разве решение вопроса? Конечно, нет. Из позитивного, а то мы все время негатив-негатив, есть и позитивные новости. Был окончательно принят закон, теперь дело за Софетом Федерации и подписью президента. Я думаю, что здесь все будет закончиться благополучно. Семьи, имеющие детей, будут иметь приоритетное право устраивать детей в одно и то же учреждение образования. Детский садик или школа. Например, если брат учится у поступающего ребенка в этой школе, то, соответственно, у него есть приоритетное право учиться именно в этой школе. Но это же логично, это правильно. Я удивляюсь, почему спустя столько лет законодательно приходится это регулировать. Другое дело, что появилась электронная очередь, и если раньше чиновники принимали решение, то теперь машина принимает решение, система принимает решение, но вот такое приоритетное право будет закреплено. Кроме этого, из позитивного надо подчеркнуть такое законодательное решение, как отмену межбанковской комиссии, когда один и тот же банк, например, Сбербанк, имеет представительство в Ненецком округе и в Москве. Для того, чтобы перечислить деньги, отсюда, в Москву, взимается комиссия. Но это нелогично. Один и тот же банк, одна и та же система, и реально же никакие деньги не перечисляются. Реально это информация, это нули и единицы в базе данных от одного получателя информация уходит от одного отправителя и приходит эта информация к получателю. Все это система, все это интернет, поэтому абсолютно недопустимы никакие комиссии. Надо это, конечно, давно было отменить, но опять же, это банковское лобби, это доходная часть бизнеса, поэтому мы встречали определенное сопротивление. Но, слава богу, удалось это сделать. Из позитивного закон о горячем питании для школьников за счет бюджета. Это будет по принципу софинансирования, когда федерация выделяет средства и регион выделяет средства. То есть бесплатно будет? Бесплатно, да. Этот вопрос наконец-то был урегулирован, однако первым чтением этот закон приняли, но вот сейчас при подготовке бюджета ко второму чтению эти средства должны быть предусмотрены. То есть это синхронизированные процессы, окончательно закон еще не принят, но есть общее понимание всех фракций и консолидированная позиция, что наших школьников горячим бесплатным питанием необходимо обеспечить. Много разговоров сейчас ходит относительно накопительной пенсии. Мы слышим, что периодически звучат предложения ввести новую какую-то негосударственную накопительную пенсию. Всех людей запутали, куча каких-то домыслов, каких-то интерпретаций. Первое. Никакого закона, проекта и никакого закона по какой-либо новой накопительной пенсии нет. Кроме этого, те предложения, которые звучали ранее относительно того, что появился новый формат накопительной пенсионной системы для будущих пенсионеров, и этот бы формат работал как автоподписка, то есть человека не спрашивали, хочешь, не хочешь, что считается, что все хотят и отчисления будут автоматически производиться, с этим покончено. Этого не будет. Было принято это решение. Теперь правительство, они готовят проект, проект, которым предполагается, что граждане добровольно будут формировать себе будущую накопительную пенсию, если они это будут хотеть. Если нет, то, соответственно, это решение гражданина. Мое убеждение, что сегодня подорвано доверие к вопросам пенсии, к работе пенсионного фонда, негосударственного пенсионного, негосударственных пенсионных фондов, и если нормально граждан не простимулировать, если не предложить какие-то очень такие привлекательные условия, например, там, на отложенный рубль гражданинам государства дают 10 рублей. Вот этот принцип софинансирования. Если не будет этого принципа, если не будет гарантированности сохранения этих накоплений, то граждане, это провальная система, это бесперспективное решение. Лично я 10 раз подумаю и вряд ли соглашусь формировать себе накопительную пенсию по новым каким-то вот этим правилам. Тем более, что мы слышали, когда шла пенсионная реформа, как активно звучал один из контраргументов со стороны противников пенсионной реформы, мы тоже были противниками пенсионной реформы, аргумент звучал следующий. При такой жизни, где гарантия, что мы вообще доживем до пенсионного возраста. Поэтому 10 раз люди еще подумают, тем более, что сегодня предлагается со стороны банков, других финансовых учреждений формировать себе накопление этой облигации, акции, и вклады в банках, и другие различные инвестиционные предлагаются портфели, когда гражданин, если он финансово грамотный, он в состоянии принять решение, но при этом он понимает, что он смотрит в будущее, но деньгами распоряжается сегодня, и в случае изменения ситуации он может эти деньги взять. Взять сегодня, а не через 40 лет, через 50 лет. Сегодня накопительная пенсия, которая входит в систему обязательного пенсионного страхования, как вы знаете, она заморожена. Кого это касается? Потому как многие вообще не понимают, о чем идет речь, когда в очередной раз правительство замораживает пенсию до 2022 года. Касается это только тех, кто моложе 67 года рождения, и только тех наших граждан, кто написал заявление в пенсионный фонд, чтобы у него накопительная пенсия формировалась в системе обязательного пенсионного страхования. В противном случае все эти средства идут на формирование страховой пенсии. Из-за того, что заморожена накопительная пенсия, все средства, то есть все те взносы, которые работодатель платит соответственно в пенсионный фонд, они идут на формирование сегодня страховой пенсии. Поэтому никто никуда ничего не украл. Да, есть определенные вопросы, почему так происходит. Это прежде всего говорит о барахлящей пенсионной системе и о том, что накопительная обязательная пенсия себя не оправдала. Ее не надо было делать обязательной. Тогда, в начале 2000-х, надо было, чтобы каждый гражданин самостоятельно принимал решения. Детские пособия, они наконец-то когда-то вырастут, потому что в некоторых регионах они вообще смешные. Суммы стоят 200 рублей. Ну, вы знаете, есть у нас пособия регионального уровня, есть федерального уровня. Все, что касается регионов, это все зависит от того, насколько бюджет региона это позволяет делать. То есть от доходной части бюджета и от принятых решений депутатами соответствующего региона. И прежде всего эти решения должны быть подкреплены финансово. Я слышал, как активно у вас в прессе обсуждался вопрос о введении в Ненецком округе такого льготного налогового режима, как самозанятые граждане. Многие-то так же не понимают, недоумевают и где-то даже с агрессией воспринимают вот эти предложения. Поэтому время, если позволяет, я могу в двух словах обрисовать и критически дать замечание относительно той практики, которая уже имеется в тех четырех регионах, где этот режим уже год как используется в качестве эксперимента. У нас после пенсионной реформы решили заняться вопросом легализации самозанятых граждан. Во-первых, сразу считаю, неправильно выбрано было время, потому как люди после пенсионной реформы были демотивированы, обозлены и когда предложили еще платить налоги тем, кто занимается репетиторством, нянечки, тем, кто изготавливает декоративно-прикладную продукцию, например, и продает ее через Инстаграм, сувенирную продукцию через Инстаграм, либо уборщицы, либо помощники по дому и так далее. Вот этой категории граждан касается, предложили сделать льготный налоговый режим и с 19-го года, вот уже с начала этого года, он действует в четырех регионах. Москва, Москва, Каза... Москва-Татарстан, Калужская область и Московская область. Значит, что это за режим? Например, есть молодой человек, который является репетитором, да, или помощником по домашнему хозяйству. Он регистрируется в качестве самозанятого гражданина, у себя на смартфоне устанавливают специальное приложение, оказывая, он является самостоятельным лицом, не юридическим, оказывая услугу, он это все фиксирует, и у него автоматически взимается налог с оборота. Налог составляет 4%, если оказывается эта услуга физическим лицам и 6%, если юридическим лицам. Этот налог, он распределяется, часть поступает в региональный бюджет, а часть поступает в бюджет фонда медицинского страхования. Что мы видим, к чему пришла эта попытка легализовать? Во-первых, не все охотно регистрируются в качестве самозанятых, но мы видим, как активно стали работодатели злоупотреблять, и они заставляют вчерашних работников, например, вчерашнюю уборщицу, которая получала зарплату на предприятии, за нее платились взносы, платился налог подоходный, ее переводят в статус самозанятого, предприятию выгодно, предприятие не платит налоги, при этом гражданин, который является самозанятым и с которого взимается налог, у него не формируются пенсионные права, и в дальнейшем он не сможет получать пенсию, если он сам не будет в пенсионный фонд дополнительно отчислять денежные средства. Поэтому эта система работает сейчас некачественно, и мы видим деградацию рынка труда. Да, региональные бюджеты стали больше получать, но давайте посмотрим, а в целом бюджетная система стала получать меньше из-за того, что работодатели стали злоупотреблять. Мы видим, как уже водители регистрируются в качестве самозанятых и начинают работать в такси в качестве самозанятых. Это вообще совершенно другая история. Этот режим льготный, он не должен в принципе использоваться при предоставлении услуг пассажирских перевозок, грузоперевозок. Там режим труда, отдыха должен соблюдаться. В противном случае мы будем получать опять серьезные вопиющие случаи, в том числе с летальным исходом. И в Москве мы это наблюдаем постоянно, когда таксисты самозанятые перерабатывают, потом засыпают за рулем и совершают страшные аварии. Вот теперь Минфин предлагает распространить этот налоговый режим, в том числе и на Ненецкий округ. Я считаю, что здесь надо 10 раз подумать и посмотреть, насколько это будет выгодно, насколько это будет интересно и как это будет воспринято гражданами. Прежде всего, исходя из того, что интернет даже у вас не везде работает, у вас смартфоны не у всех есть. И зачем спрашивается это делать, тем более, что многие руководствуются каким принципом? Вы зачем лезете в мой карман? Я и так, не имея нормальной работы, вынужден ходить, подрабатывать репетитором, уборщиком, сиделкой, прийти, повесить, покрасить стены, поклеить обои. И вы хотите, чтобы я еще платил налоги? То есть люди очень негативно это воспринимают. Поэтому надо совершенно по-другому подходить. Если этот налог взимается, он должен идти, я считаю, в пенсионный фонд. Тогда у гражданина хотя бы формируются пенсионные права. Хоть какой-то мотив есть. А так он в принципе демотивирован. Кроме того, что он работает и знает, что теперь про него знает налоговое, что он самозанятый, а завтра он перестал быть самозанятым официальным, к нему налоговый может прийти и проверить, является ли он самозанятым или не является. Сделать контрольную закупку и привлечь к ответственности. Поэтому здесь есть определенная опасность. Я считаю, что в Ненецком округе и губернатору, и депутатам нужно внимательно посмотреть прежде всего областях, про которые я уже вам сказал. А в нашем округе вы проводите личные приемы. Вот с какими проблемами чаще всего обращаются граждане? Жилищные проблемы. Обращались многодетные матери, кому выделили земельные участки, были направлены депутатские запросы. Связаны они были с тем, что невозможно эти участки использовать. Вопросы некорректного начисления пенсии. Вопрос, связанный с налогообложением. Вопрос, кстати, вот один из позитивных примеров хочу привести. И были проведены переговоры с Министерством труда, направлены обращения соответствующие в правительство. Из Наринмара пенсионеры обратились ко мне и попросили решить следующий вопрос. Для пенсионеров есть право льготного проезда для отдыха. Но это все работает только в границах Российской Федерации. Если же, например, пенсионер хотел бы поехать в Белоруссию, на Украину, причем проезд и отдых там будет стоить гораздо дешевле, чем отдых у нас в Сочи или в Крыму, то предложение было следующее. Давайте мы за российскую часть билета заплатим, а за зарубежную уже пусть тогда пенсионер, раз он так решил, платит сам. Сегодня он полностью оплачивает всю дорогу, не разбивая на вот эти сегменты российское, зарубежное. Были направлены соответствующие письма и в целом Минтруд поддерживает и в скором времени подобная законодательная инициатива должна появиться и этот вопрос должен быть решен. И еще на один момент обратили внимание также здесь пенсионеры в Ненинском округе, которые хотели бы поехать, отдыхать, но вид транспорта только самолет, там оплачивается поезд, а личный транспорт не оплачивается. Соответственно, было предложено, чтобы была возможность использовать личный транспорт для соответственно решения перемещения для отдыха. Да, я понимаю, что для Ненинского округа это вопрос достаточно специфичный, специфический, потому как это надо баржа для этого нужна, это все-таки нелегко, тем более людям в таком возрасте, но в целом вопрос поставлен правильно, если наши граждане эти вопросы ставят, их надо соответственно поднимать нам, мы для этого и работаем и законодательно эти вопросы решать. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу, спасибо большое, что пришли сегодня к нам в студию. Вам спасибо, до новых встреч, до свидания. Напомню, это была программа Актуальное интервью, встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова